Нила, приветствую! Привет, Кира! Ты объездила так много стран, что я уже, наверное, сбилась со счета. Расскажи, пожалуйста, сколько стран ты уже посетила? Какие планы после Самуи? Я сама, если честно, уже сбилась со счета. Сейчас, наверное, где-то 35, может, больше стран. А планов пока не строю, потому что я только приехала на Самуи, вот здесь нахожусь две недели, и пока мне здесь нравится, поэтому пока я здесь. А дальше, скорее всего, поеду во Вьетнам или в какую-то другую азиатскую страну. Здорово! Классные планы! Скажи, пожалуйста, вот ты живешь в путешествиях. Для чего ты это делаешь? Что тебе дают путешествия? Ты знаешь, путешествия мне дают... Это даже сложно сказать, что дают именно путешествия, потому что я же в путешествиях работаю, общаюсь с людьми. То есть веду обычный свой образ жизни, просто он проходит, декорации меняются. То есть я его провожу, веду этот образ жизни не дома в одном городе, в одном месте, а вот меняю декорации. И занимаюсь, в принципе, тем же, что и делают другие люди. То есть работаю, общаюсь с людьми, поэтому... Еще, конечно, путешествия дают развитие. То есть вот такое колоссальное развитие, как ты получаешь за время путешествия, в плане того, что ты знакомишься с новыми людьми, узнаешь новые культуры, страну. У тебя меняется взгляд на мир. И, естественно, ты становишься более каким-то открытым человеком. И ты готов к трудностям, естественно. Они дают самостоятельность. И ты уже знаешь, что в любой ситуации, чтобы с тобой не произошло, ты сможешь найти выход. Получается, что, на твой взгляд, человек, который путешествует, и человек, который не путешествует, если их сравнивать, то больше шансов на успех у человека, который не путешествует. Ну, ты знаешь, тут сложно говорить, потому что, во-первых, что такое успех? То есть каково определение успеха непосредственно? Для кого-то это деньги, для кого-то это семья, для кого-то еще что-то. То есть тут сложно сказать. Что ты имеешь в виду под успехом? Успех – это какая-то мотивация к действию постоянная, достижение результатов, которые ты себе сам поставил, своих целей, своих результатов, достижения. Ты знаешь, тут сложно сказать, что именно путешествия помогают. Но это как один из инструментов. Например, когда ты смотришь на свою жизнь через одно окно, там, например, через окно своей машины, ты едешь в определенное место, каждый вечер встречаешься с теми же людьми, живешь в одном городе, у тебя все-таки сужается взгляд. И иногда, чтобы посмотреть на свою жизнь со стороны, увидеть новые возможности, нужно выехать из этого круга. Да. И, соответственно, да, путешествия в каком-то роде, конечно, помогают достичь успеха быстрее. Но это не единственный, верно, то есть не единственный путь к достижению успеха. Вот. Для меня, да, мне путешествия дают вдохновение, мотивацию. И, конечно, ну, у меня такой склад характера, я не могу не путешествовать. Поэтому, конечно, да, путешествия, они дают вот какой-то такой вот заряд энергии. И ты знаешь, что тебе нужно достичь успеха, потому что тебе еще нужно туда, туда, туда. А чтобы туда поехать, тебе нужно то-то, то-то, то-то. И, соответственно, это мотивирует на действие. Здорово. Мила, я знаю, что ты здесь, на Самуи, проходила курс медитации. Да. Это была бесконформационная диета, да, на 7 дней, насколько мне известно. Расскажи, пожалуйста, сложно ли было обходиться без информации столько дней? И чему еще ты научилась на данном курсе медитации? Ты знаешь, тут сложность была не в информации, скорее, смотри, суть была в том, чтобы 7 дней молчать. То есть у тебя забирают телефон, забирают ноутбук, лишают вообще книжки, ну, то есть книжки тебе нельзя ничего читать. И нельзя общаться с участниками этого ретрита. Там было 50 человек, 30 где-то девушек, 20 парней. И, соответственно, вы не можете разговаривать вообще, даже глазами. И сложно, ты знаешь, сложно было, наверное, то, что я туда поехала и была не готова. То есть я не знала, что такое медитация, для чего она нужна. Я просто знала, что, ну, прикольно, на Самуи есть такое. Конечно, сейчас я бы совсем по-другому к этому отнеслась. Но тогда мне было очень сложно, потому что ты попадаешь в среду, и ты не можешь убежать. Ты, конечно, в любой день ты можешь сказать, что я ухожу, тебя отвезут просто вниз, спустят с тех горы, и все, и ты забудешь об этом. Но перед самой собой тебе, вот мне, например, было бы стыдно перед самой собой, если бы я все-таки сбежала. На третий же день мне почему-то стало, я мало ем, да, но там мне почему-то так хотелось есть, когда тебя не кормят. Там кормят людей два раза. То есть там все вообще, все условия созданы. Там спишь, кушаешь, тебя кормят, ходишь на гору красивую, медитируешь, слушаешь разговоры о Будде, какие-то еще. Поешь песни с участниками вот этих медитаций. Почему же еды не хватало тогда? Еды не хватало, ну смотри, в 4 часа утра ты встаешь, идешь на гору, медитируешь. В 7.30 тебя кормят один раз, дают еду вегетарианскую. На тот момент я ела мясо, и мне почему-то его очень сильно не хватало. Хотя я могла обходиться без него месяцами, но, в принципе, там почему-то мне хотелось именно мясо, потому что оно было недоступно. И потом второй раз тебя кормят в 11 часов или в 10. Ну, короче, вот 3 часа промежуток, и все, больше тебя не дают еды. А свою еду я, естественно, с собой не брала, потому что не думала, что будет такая ситуация. И вот с 11 часов я ходила голодная вокруг кухни. Это сейчас позорно вспоминать, то есть насколько я была зависима от еды на тот момент. Сейчас, конечно, все по-другому. Это было 3 года назад, естественно, многое изменилось. Но это был колоссальный опыт. Ну, конечно, нужно ехать туда подготовленному. То есть вот так человек, который, ой, поеду, помолчу, там не получится, неинтересно будет, просто ничего не понятно. А вот ты считаешь, для чего этот курс организовывается, что он дает человеку? Ты знаешь, он дает возможность, потому что у нас как? Мы живем в основном в окружении людей. И у нас есть там семьи, друзья, где-то работа у кого-то, и постоянно шум вокруг. Шум информации, там какие-то рассказы, новости. И даже у себя дома ты не можешь все равно остаться один, потому что у тебя есть там компьютер, есть интернет, есть друзья, которые могут позвонить, вытащить куда-то. А там все, тебя вот сажают, и ты там наедине можешь побыть с собой. И если у тебя есть какие-то вопросы по отношению к себе и вопросы по своей жизни, куда двигаться дальше, там можно найти эти ответы, потому что вокруг цена. Здорово, здорово. Я тоже планирую посетить данный курс организации. Да, посети обязательно. Может быть, поедем вместе. Да, с удовольствием. Вот сейчас с удовольствием, уже на осознанном каком-то таком. Здорово. Я давно уже планировала пожить некоторое время без этих потоков информации, которые, по сути, отнимают твою энергию. Да. Мила, вот ты много путешествуешь, знакомишься с обычаями, традициями различных народностей, стран. И расскажи, какая традиция, культура, каких народов тебе больше симпатизирует, больше всего нравится? Ну, тут у меня в Латинскую Америку сразу взгляд падает, потому что они такие, ну, как-то они умеют жить легко. Вот так, знаешь, и итальянцы, они тоже умеют жить как-то вот легко. Испанцы, вот именно вот те вот культуры, именно Испания, Италия, вот у них как-то все. Они умеют отдыхать, они умеют как-то на трудности реагировать очень просто. То есть, вот если, например, в Латинской Америке, да, в той же Мексике, там нет вот такой, там все, транкило, маньяно, завтра, там спокойно, все, как бы. И не надо вот этого вот, знаешь, сумасшедшего ритма, который вот в Москве особенно присутствует. Вот это, когда время, оно просто несется вот так вот, вот сквозь себя и просто утекает. Там такого как-то нет и там все спокойнее. И люди как-то расслабленнее более. Вот мне все-таки более импонируют расслабленные люди и такие какие-то более открытые. Согласна, вот встречный вопрос. Мила, вот ты сейчас, после путешествий по многим странам, изучения культуры других людей, смогла бы жить в Москве долгое время? Ты знаешь, зависит от того, чем бы я там занималась. Ну, я бы, скажем так, не хотела жить в Москве. Я бы смогла, конечно, но если выбирать, то много других городов, в которых я еще не жила и лучше поживу там. Спасибо. Спасибо. Мила, я знаю, что ты занимаешься спортом. Ты пишешь на своем блоге, что ты активно бегаешь, бегаешь по 10 километров. Для чего ты это делаешь? Что тебе дает спорт? Ну, спорт, смотри, раньше я танцевала, потом у меня была травма колена, ну как, ушиб сильный. И поэтому у меня колено иногда болит. То есть сейчас вот в данный момент я не бегаю. Я бегала всю зиму, всю весну, все лето, но сейчас я не бегаю, потому что колено болит. Но именно бег, он дает энергию. То есть ты, знаешь, вот преодоление. То есть когда я, например, могла бегать сначала только 3 минуты, мне казалось, ой, я пробежала 3 минуты. Потом я начала бегать 10 минут, потом 15, потом 20. А потом я не замечаю, как прошел час, и вот это вот именно процесс, и ты наблюдаешь за результатами, как вытягивается твое тело, как твои вот как-то мысли приходят в порядок. Бег, он вообще прощищает, настолько прощищает голову хорошо, что это лучшее средство вообще от борьбы с депрессией, с негативом. Абсолютно согласна. Да, с грустью. То есть после бега у тебя ничего не остается, ты такой спокойный, умиротворенный, готов дальше делать дело. Ну, 10 километров достаточно много, если скажу. Сейчас я бегаю порядка 6 километров, сейчас на Самуи уже до 3, наверное, потому что здесь жарко, и для такого интенсивной такой нагрузки не нужно. И плюс сыроежу, поэтому тоже снизила свою дистанцию беговую. Согласна с тобой абсолютно, что бег прощищает сознание. Да. Я знаю, что ты живешь по принципам. Я сейчас это читаю. Давай. Я действую вопреки страху, я действую вопреки сомнениям, я действую вопреки переживаниям, я действую вопреки неудобству, я действую вопреки дискомфорту, я действую вопреки плохому настроению. Почему, на твой взгляд, важно выработать привычку действия, независимо от того, комфортно тебе или дискомфортно? Ты знаешь, потому что не бывает идеальных условий. То есть мы все ждем идеальных условий всегда, знаешь, там, вот когда вот это, вот это, вот это будет, тогда вот я сделаю вот это. А такого не бывает, потому что мир так не работает. Мир все равно работает по своему какому-то сценарию, и это не то, что он тебе палки в колеса вставляет, просто, ну, вот такая ситуация. И поэтому, вот что, например, страх, да? Вот страх, это у меня очень долгое время был такой вот какой-то прям, если я чего-то боюсь, я этого делать не буду. Я же боюсь, значит, наверное, эта интуиция мне говорит, что не надо. А потом я пересмотрела свое отношение к страху и к вещам, которых боюсь, и начала, наоборот, идти навстречу своему страху, преодолевать его. И тогда поняла, что страх, он уходит, рассеивается и исчезает. Как только начинаешь действовать? Да. Исчезает. И вот поэтому очень важно именно действовать, потому что чем больше ты представляешь, как ты будешь действовать, тем сильнее и выше вообще в масштабах разрастается твой страх, твоя неуверенность, твоя какая-то вот сомнение и переживание. Поэтому надо сразу вот, решил действовать. Это вот, да, поэтому, соответственно, потому что действие – это единственный способ достичь результата. Поэтому нужно действовать вопреки всему, потому что плохое настроение, оно пройдет, как только ты начнешь действовать, увидишь результаты. Страх тоже исчезнет. Неудобства, можно пересмотреть свое отношение к неудобству. Согласна, абсолютно. Мила, и последняя рекомендация для наших зрителей, читателей относительно твоей любимой книги. Что ты советуешь прочитать? Ну, я советую прочитать книгу Харва Эйкера «Думай, как миллионер» она по-русски называется. Это «Secrets of the Millionaire Mind». Там про деньги, про мышление, про то, как поменять свое мышление. Вот это одна из моих любимых книг, которую я, в принципе, всем и советую почитать. Очень интересная и познавательная. Но, понимаешь, опять-таки, читать – это одно. Главное – применять и внедрять то, что ты прочитал, сразу внедрил, все. Вот тогда будет результат. А так читать можно что угодно. Да, и сколько угодно. Да, и сколько угодно можно там до конца жизни сидеть, просто и читать одно и то же. Просто разные слова. Хорошо. Спасибо тебе большое за интервью. У тебя замечательный блог. Я думаю, что он будет развиваться. Ты вообще большая молодежь, что ты ездишь по такому большому количеству стран, изучаешь. Мне кажется, это мечта. Спасибо, Кира, за то, что… за встречу. Вот, желаю успеха твоему проекту тоже. Спасибо большое. До новых встреч, друзья. Друзья, если вы желаете поддерживать отличную физическую форму, а также вместе со мной переходить на «Сырые деньги», подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада вашим комментариям. До новых встреч.